Ребята, скажем честно, мы тут немного психанули. Итак, что вас ждет дальше, так это наше авторитетное мнение о пяти мышках стоимостью до 1000 гривен. Мы не будем сейчас бросаться громкими фразами и говорить, что в нашем сегодняшнем топе выживет только один. Нет, скорее всего победителей будет сразу несколько. Итак, самое время узнать наших конкурсантов. Модель G102 – одна из самых популярных мышек в портфолио компании Logitech. К ее главным достоинствам можно отнести универсальность во всем. Во-первых, у нее простые, симметричные и без особых выдумок формы. Во-вторых, довольно сдержанный дизайн, с которым мышку можно даже попытаться замаскировать под офисный вариант. Впрочем, мы сейчас говорим об обновленной версии с приставкой LightSync. С ней дизайнеры компании стали куда смелее. Красивый светодиод по контуру в нижней части и на логотипе был у G102 и ранее, вот только светился исключительно одним цветом. Теперь тут праздник RGB, да еще и с красивенными переливами. Более того, в фирменной утилите можно синхронизировать мерцание мышки в зависимости от того, что происходит на экране вашего монитора и даже в зависимости от того, что вы слушаете. В играх от этой функции, наверное, не очень много толку. Основание мышки все равно будет закрыто вашей рукой. А вот с музыкальными композициями совсем другая история. Мышка сможет придать прослушиванию треков некой сакральности, особенно если вы будете делать это ночью. В целом же аудиосигналы она считывает хорошо и мерцает в такт. И да, мы все еще говорим о мышках до 1000 гривен. Если же вы наоборот боитесь, что в офисе вас могут рассекретить, то все эти фейерверки можно отключить. Отключить просто эту функцию подсветки. Слава богу, такой функционал здесь есть. В целом к этой мышке довольно сложно предъявить претензии по эргономике. Все кнопки на своих местах. Даже если они и маленькие, как боковые, то нажимать их все равно каким-то чудом довольно удобно. Также обязательно обратите внимание на то, что у этой мышки нет прорезиненных частей. А сам пластик довольно сложно назвать шероховатым. То есть давайте на чистоту. В мире огромное количество людей, которые хотят, чтобы мышка буквально срослась с рукой и стала ее продолжением. И это, к сожалению, точно не про G102. Также, хоть мы и говорили, что эта мышь довольно универсальна, все-таки она не подойдет обладателям совсем уж больших рук. Во всем остальном это прекрасный выбор. Проверенный доработанный сенсор Mercury на 8000 dpi. Срывов не будет, даже если вы приготовили для этой мышки совсем уж безумное телодвижение. Следующая мышка в нашем топе это просто полный антипод мышки предыдущей. Увесистая с кучей прорезиненных частей с огромным количеством кнопок, которые вы просто устанете считать и собьетесь в итоге со счета. Пестрая, как гирлянда. В общем, да, это полная противоположность тому, что вы видели ровно 35 секунд назад. На секундочку, 15 активных зон RGB подсветки. И пусть такого результата и удалось достичь немного искусственно, при помощи все тех же прорезиненных накладок. Но факт остается фактом. Военную расцветку на Бладе также нанесли не просто так. Мышка готова предложить вам сразу 4 дополнительных режима стрельбы в сетевых шутерах. Включая совсем уж читерскую кнопку контроля режима отдачи. По слухам, в некоторых играх вас могут даже забанить за такое нахальство. А вот тремя вариантами контроля очередей можно пользоваться уже более спокойно. Они регулируются тремя кнопками по центру мышки. От всех этих наворотов J95S даже как-то сама подустала. И если в играх она работала вполне корректно, то вот Windows левая основная кнопка у нас периодически сбоила. И приходилось пользоваться ее миниатюрным аналогом в верхней левой части. По заверениям производителя, перед вами также мышь-долгожитель. 500 тысяч вращений скролла и 20 миллионов нажатий для основных кнопок. Эта мышка переживет многих из нас. Уж простите за черный юмор. На фоне конкурентов из сегодняшнего топа ее также выгодно отличает еще один момент. У четырех мышек из обзора они выполнены из пластика. И только у Блади материал исполнения больше смахивает на металл. А значит, не сотрутся. Прибавьте к этому цену 800 гривен и перед вами один из явных претендентов на победу. Если вы готовы мириться с нюансами. Небольшими погрешностями в работе и странным запутанным софтом. Но по доступному функционалу перед вами абсолютный рекордсмен нашей подборки. Выбирая мышки для топа, мы долго думали взять Asus M5 или M3. И все же отдали предпочтение младшей модели. И это несмотря на то, что у старшей есть текстурированные, пусть и пластиковые, накладки на боковых панелях. А у младшей их нет. Все дело в том, что у нее гораздо более удачная форма. Такая, которая подойдет большему количеству геймеров. А значит, она более универсальна и по умолчанию более успешна. Чем хороша Asus TUF Gaming M3 кроме цены, у нее настолько классический по форме корпус, насколько это возможно. В этом она очень близка к мышке от Logitech. И это то, за что вы легко сможете ее полюбить. Да и по весу они практически не отличаются. Около 85 грамм и без учета кабеля. Разница кроется в мелочах. В количестве и расположении ножек на нижней панели. В количестве кнопок и подсветки. Последний Asus TUF Gaming M3 немного проигрывает в плане подсветки. Как вы видите, у нее подсвечивается только логотип. Так что эту мышку можно, в принципе, назвать довольно аскетичной. В плане сенсора у мышки все отлично. Тут стоит один из лучших оптических из ряда бюджетников. PixArt PMV3325. А своим программным обеспечение мышка и вовсе способна влюбить. Настолько логично, удобно и стильно оно сделано. И даже урезано оно намного меньше, чем у части других представителей нашего батла. Например, тут нельзя настроить такую мелочь, как высота отрыва. Но зато можно подвязывать профили под игры, писать макросы и многое другое. В качестве решающего удара в сторону оппонентов M3 предлагает переключатели Amron. Так что она действительно готова выбить остальных участников за счет своей надежности и долговечности. Но без минусов не обошлось и тут. И это то, чем Asus TUF Gaming M3 уступает и M5, и, например, MSI Clutch GM30. Отсутствием текстуры на боковинах и хоть какой-то защиты от проскальзывания. Так что если вы выберете ее, качайте пальцы и тренируйте захват. Если смотреть только на внешний вид, MSI Clutch GM30 запросто можно назвать лидером в этом баттле. Судите сами. Классическая форма с высокой обтекаемой спинкой, на которую рука сразу же ложится так, как надо, без какого-либо привыкания. Прорезиненные боковины, которые позволяют играть практически любым хватом. Сложности, да и то небольшие, могут быть только с когтем. Задняя часть мышки чуть перевешивает переднюю. Даже чуть больше, чем у легкоатлетов нашего топа вес в 98 грамм, не то чтобы сильно ощущается в руках благодаря неплохой балансировке. Одной из самых сильных сторон GM30 можно смело назвать вот эту U-образную подсветку вокруг кнопки переключения DPI. Выглядит действительно очень стильно, красиво, а главное мало кого оставит равнодушным. В качестве сенсора для этой мышки выбран Pixar PAW 3327. Близкий родич датчика, использованного в ASU Staff Gaming M3. С практически такими же характеристиками хода и ощущениями во время игры. Да и программа не подкачала ни своим названием Dragon Center. Ни возможностями, ни удобством. С минусами тут действительно туго. И даже такую мелочь, как возможность быстрой замены ножек, производитель предусмотрел и сделал специальные выемки. Единственным нюансом можно назвать разве что чуть более высокое крепление кабеля в сравнении с другими мышками в топе. И тот факт, что сам кабель тут более жесткий, что в теории может давать чуть больше зацепов за что-нибудь у вас на столе. Но это если быть уж совсем строгими. Ах да, и кнопок у нее еще чуть меньше, чем у варианта от Lenovo. Но в целом мы не нашли у этой мышки хоть каких-либо серьезных минусов. И пока она выглядит как очень достойный кандидат на победу. Lenovo Precision Y-Mouse просто-таки чемпион в тяжелом весе. Это самый крупный грызун в нашем сегодняшнем баттле. С весом аж 170 грамм. Против 85 грамм у легковеса Logitech G102 LightSync. Да еще и с грузиками в придачу. Вес каждого из них по 5 грамм. Так что суммарно можно добавить мышке еще 20 грамм веса. В случае, если вам покажется мало ее собственной массы. Вес этой мышки мог бы стать ее сильной стороной. Для тех, кто любит покрупнее, да потяжелее. Фишка в том, что ее корпус выполнен из пластика и расширяется к низу. Так что она постоянно норовит выскочить у вас из руки, если вы играете хотя бы с небольшим отрывом. И это тот самый момент, из-за которого Lenovo Precision Y-Mouse улетает далеко от первого места. Дело в том, что с ней будут готовы совладать только владельцы довольно крупных рук. И нужно будет набраться еще определенного терпения, чтобы совладать в ней в серьезных игровых ситуациях. Кроме тяжести и размеров, Lenovo Precision Y можно назвать чемпионом и по количеству дополнительных кнопок на левом торце. Их тут целых 4. И можем точно сказать, что это один из плюсов этой мышки. С технической точки зрения таких достижений у мышки нет. В ней стоит оптический сенсор с разрешением 8200 dpi. И ведет себя он вполне достойно. По крайней мере за все время испытаний Lenovo Precision Y ни разу не срывался, не норовил упростить себе жизнь излишнего сглаживания и никак не сбоил. Но сразу скажем, что некоторым моделям из нашего топа по качеству хода он уступает. Так что лидером и тут мышке стать не удалось. Еще дальше от первого места Lenovo Precision Y отделяет ее софт. Да, здесь можно создавать макросы, профили, программировать кнопки. Но нельзя привязать профили к выбранным играм или назначить команду для клавиатуры на кнопку мыши без создания макроса. Да и простой в настройке или интуитивной утилиту не назовешь. По логике сейчас самое время распределять места, выдавать награды и поздравлять счастливых победителей. Но тут у нас возникла проблема. Определить чемпиона на первое место мы можем только с точки зрения максимальной универсальности. То есть мы можем выбрать мышку, которая с уверенностью подойдет 90% геймеров. И это MSI Clutch Jam 30. Близкими к этому же первому месту оказались Asus TUF Gaming M3 и Logitech G102 LightSync, которые чуть уступают по надежности хвата, но не лишены других важных преимуществ. Они тоже универсальны до мозга своих мышиных костей. А вот если бы мы определяли чемпиона по надежности и практичности, то первое место между собой поделили бы Asus TUF Gaming M3 и AfoTech G95S Bloody. Но если бы мы выбирали по внешнему виду, то на первые места вышли бы Logitech G102 LightSync, AfoTech G95S Bloody или Lenovo Precision Y Mouse. Кроме того, мышка от Lenovo просто-таки супер для обладателей крупных ладоней, которым обычные боевые универсалы точно не подойдут. И если подбирать мышку по эргономике именно для таких геймеров, то именно Precision Y Mouse станет нашим победителем. Так что с раздачей призовых мест, как видите, у нас получилось не очень. Каждая мышка заняла первое место, но в какой-то своей уникальной категории. Зато хочется верить, что у нас получился неплохой разбор полетов, такое глобальное сравнение, в котором мы разобрали все преимущества и недостатки каждого из грызунов. Но вот любимчиков мы таки выбрали. При этом ими оказались сразу две мышки. Дело в том, что текст для данного обзора писало сразу два человека. Так вот, редактор нашего сайта, Римма, отдала предпочтение вот этой мышке, ASU став Gaming M3, и она полностью покорила Римму в своей универсальность. А мне же больше всего пришлась по вкусу вот эта моделька, Logitech G102 LightSync, которая просто убила меня наповал возможностями своей RGB-подсветки. Ну вот, как-то так. А какая мышка приглянулась вам больше всего? Вы можете написать нам об этом в комментариях. Ведь на самом деле каждый из нас в душе блогер или редактор сайта. Субтитры сделал DimaTorzok